Мы долго следили за ним, пересматривая эфиры федеральных каналов и интернет-сайтов. И только в конце декабря у чебоксарцев появилась возможность увидеть его воочию. Столица республики на один день стала Олимпийским городом, приняв факел сочинских игр. До Чебоксара огонь улетал в космос, спускался на дно Байкала и поднимался на вершину Эльбруса. На чем его только не перевозили. И на мотоцикле, и в карете, и даже на собачьей упряжке. К креативу нет предела. Каждый раз в честь огня Олимпиады устраивают необычные шоу. На старте торжественная церемония. Самый первый свой факел зажигает олимпийская чемпионка Елена Николаева. Всего же в столице республики главными героями эстафеты становятся 163 человека. 33 километра мимо знаковых памятников, храмов и соборов. На залив огонь прибыл только вечером и достался в руки семьи Степановых. Свою дистанцию они решили преодолевать в шестером. Эстафету у них принял глава республики. Михаила Игнатьева на всем пути поддерживали горожане. Посмотреть на эстафету пришли более двух тысяч человек. Я благодарен нашим жителям Чуварской республики и нашим дорогим гостям, которые приехали, оказали нам сове и содействие провести этот праздник на высоком уровне. Да здравствует Олимпиада 2014! А на Красной площади зажигали не только спортсмены, но и бульдозеры. В честь эстафеты тяжелая техника исполнила танец маленьких лебедей и свой новый трюк. С помощью ковша была открыта бутылка газировки. Эстафета завершилась на стадионе Олимпийский. Финиш на главной сцене. Самый долгожданный момент. Чашу зажигает чемпион мира по лыжным гонкам Владимир Воронков. Такое ощущение, как будто я побывал на Олимпийские игры. И мне это может подтвердить наш президент. Он тоже великий спортсмен и знает, что такое волновение.